Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моем канале YouTube. Сегодня девятый день моего отказа от курения и хочу рассказать свои эмоции, что со мной происходит. Ну, во-первых, самое главное, то, что на моем первом видео, на седьмом дне отказа от курения, прям меня ввело в панику. Это то, что я набрала поначалу 2,5 килограмма за 6 дней. А учитывая то, что я в состоянии избавления от лишнего жира, для меня это было прям как удар по голове тяжелым молотом. Потому что 2,5 килограмма для меня это, ну, примерно месяца полтора-два по времени, потому что вес уходит не быстро и прям, ну, тяжело, скажем так. Нет такого, что я избавляюсь вот так от него, потому что я стараюсь избавляться именно от лишнего жира. Так вот, сегодня девятый день и надо сказать, что все эти 2,5 килограмма от меня ушли. Как я это сделала? Я пересмотрела свое питание. То есть, если раньше в моем рационе преобладали углеводы и они были в большинстве своем быстрые, то есть я ела прям шоколадки днем, могла там одну-две шоколадки съесть, это там где-то 50-150 грамм шоколадки в день, а это примерно 800 калорий максимум, где-то из шоколада у меня было. То сейчас я пересмотрела свое питание и что я сделала? Я просто посчитала, сколько у меня белков, жиров и углеводов, и прям все калории, которые были на углеводах, перекинула в белки. То есть у меня на завтрак, например, яичница из трех белков одного желтка, либо у меня пожаренный фарш с залитым белком, такая вот у меня супер мясная яичница. Потом на обед у меня также мясо с какой-нибудь там гречкой, либо с макаронами плюс овощи. И на ужин чаще всего я ем либо мясо плюс овощи, либо просто мясо, либо овощи, ну по настроению. И когда мне в перерывах между завтраком, обедом и ужином хотелось перекусить, я съедала либо яблоко, либо шоколадку. Но чтобы уменьшить количество углеводов, я перешла в один прием пищи протеин, в другой прием пищи либо маленький кусочек шоколадки плюс фрукты, либо вообще овощи. То есть, соответственно, по калоражу 1800-2000 калорий у меня так и осталось, но они ушли в мясо, а в мясе жир и белок. И, соответственно, углеводы ушли, и их стало сильно меньше, и появился белок. За счет этого слилась вода, потому что белок гонит воду из организма лишнюю. И жир, который у меня откладывался в какие-то моменты за счет того, что инсулин от сахара от быстрых углеводов скачет, он перестал поступать. И, видимо, из-за этого у меня слилась вода, и я начала продолжать терять лишний вес. Посмотрим по весам, которые меряют процент жира, процент воды. Они сейчас показывают, что прям сильно процент жира ушел, но мне пока не верится. Мне кажется, они что-то подверяют. Ну, посмотрим там на протяжении длительного периода вот это вот именно соотношение жира и соотношение воды и мышц в организме. По поводу отказа от курения. Сегодня я себя поймала на мысли, что мне прям хочется вкус сигаретки почувствовать. И даже была мысль о том, что, блин, я уже не курю. В 8 дней уже не курила, сейчас 9, а может выкурить одну? Ну, что будет? Потом думаю, не-не-не, это все плохие мысли, не надо. Если я не курю, то я не курю совсем никакой одной сигареточки. А то я знаю, вот это одна сигареточка, где одна, там и две, где две, там и пачку курила. Нафиг. В общем, отогнала от себя эти глупые мысли, погрузилась в работу, ну и как-то подзабылась. Сейчас пришла домой, вот как раз перед съемкой этого видео, подумала, что не, молодец, удержалась, круто. И теперь думаю, что вот хорошо бы, скорее бы прошел 21 день или месяц. Это как раз вот самое такое сложное время, когда можно сорваться, когда прям хочется курить. И даже я могу сказать, что сегодня ночью мне снилось, что я курю. Ну, посмотрим, что будет дальше, какой результат будет дальше. Но цель есть продержаться месяц без сигарет, а там будет видно, насколько легче мне будет. И при этом еще терять вес. Это сложный челлендж. Все прям мои подружки говорят, ну ты себя отказываешь во всем. А я на самом деле смотрю на это с другой точки зрения. Не в том, что я себя отказываю в каких-то вкусностях и радостях в жизни, а с той точки зрения, что я делаю полезно своему организму, делаю ему хорошо. И мне от этого будет только лучше, что я отказываюсь от, ну скажем так, гадостей, вредностей в своей жизни. Это меня мотивирует. И это, собственно, глобальная такая цель сделать свою жизнь более качественной и избавиться от максимального количества зависимостей, которые не полезны. Поэтому, если у вас такая же история, вы находитесь в процессе бросания курить, давайте друг друга поддерживать, делитесь своими историями в комментариях под видео, будем общаться и поддерживать друг друга. Немножко тавтология получилась, но я думаю, ничего страшного. На этом заканчиваю видео, а то сейчас начну удаляться в всякую полемику и разглагольствование. Надо сжато, потому что это все-таки ежедневные отчеты. Ну, с вами была Анна Кафырина, бросающая курить. Всем удачи, хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!